добрый день в эфире ной антопан на русском гость программы виталий портников украинский аналитик и публицист добрый день виталий спасибо огромное что вы согласились сегодня тоже уделить нам немножечко времени своего дайте первый вопрос будет связан с советом украина нато нато создает такой совет и первое заседание этого совета есть уже информация что пройдет в вильнюсе 12 июля есть такая идея принимать украину в нато поэтапно то есть договорные основы членства попробовать толковать шире принять в альянс подконтрольные киеву территории в таком случае статья 5 коллективной обороне будет применяться только к этим территориям насколько это реально по-вашему вы знаете если это произойдет то практически исполнится те предложения те идеи с которыми я лично выступаю на протяжении последних 17 месяц я все время говорю что сама формулировка что украина сможет стать членом нато после войны она убийственно для нашей страны потому что она таким образом создает для российской федерации впечатление и люди если хотите что запад отказывается от полноценной поддержки украины и что наша страна так или иначе может быть втянута в зону влияния российской федерации в том подчеркиваю или ином ведь и конечно же когда мы говорим что украина может быть принято в нато только по окончании войны вот как недавно говорил генеральный секретарь нато йенс толтенберг то мы по сути провоцируем президента российской федерации владимира путина на продолжение войны мы говорим если ты закончишь войну украина попадет в нато а вот если ты не закончишь войну то украина в нато не попадет и разумеется любой российский лидер который настроен на поглощение украины как прочими других бывших советских республик и время настаиваю на том что это наша общая проблема всех бывших советских республик он будет продолжать войну до бесконечности с другой стороны понятно что есть серьезная альтернатива потому что как нато может принять свой состав страну на территории которой ведутся военные действия ведь это означает что североатлантический союз автоматически втягивается в конфликт с ядерной державой но и тут я и как раз и говорил что нужно выходить исходить из реалии которые сложились на сегодняшнее время из реалии которые говорят что международное право которое было по большому счету установлена в том виде в котором все мы к нему привыкли после второй мировой войны разрушена усилиями российской федерации личными усилиями президента россии владимира путь этого международного права больше нет и мы должны исходить не просто из постулаты в это международного права из тех договоренностей которые достигались десятилетия его существования а из необходимости остановить войну поэтому да вот такой вариант может существовать украина должна получить на одном из ближайших саммитов нато я не уверен что это будет вильнюс писали на это может быть будапешт и вашингтонский сами приглашение для вступления в североатлантический союз и одновременно с этим приглашением она должна получить те самые гарантии безопасности от ведущих стран членов нато стран членов нато которые обладают ядерным оружием какие получили финляндии и швеция на момент подачи заявок в альянс на момент когда они получили приглашение вступить в североатлантический союз между прочим швеция с этими гарантиями безопасности живет и сегодня очевидно будет жить до того саммита нато на котором будет принято окончательное решение о ее вступлении в североатлантический союз но в нашем случае эти гарантии безопасности действительно должны распространяться на территории на которых сейчас не происходят военные действия и по крайней мере на территории которые не являются условно спорными между россией и украиной то есть на территории которые российская федерация не записала в своей конституции на которой она может формально претендовать с точки зрения не международного права а собственного конституционного права мы же знаем что русские употребляют теперь термин конституционные границы российской федерации не международно признаны ибо российской федерации больше нет международно признанных границ А конституционные границы Российской Федерации. Что бы это помогло обеспечить? Это в принципе локализовало бы конфликт на тех территориях, на которых сейчас происходят боевые действия, на которые наши воины стараются изгнать русских оккупантов с нашей земли. И это самое важное. Реально показало бы президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что ни о каком поглощении украинского государства и речи быть не может. Что идея возвращения Российской Федерации к границам 1991 года, границам Советского Союза, она практически больше не может быть воплощена в жизнь иначе, как с применением ядерного оружия. Причем уже не тактического, а стратегического. И я уверен, что в Кремле никто на это не пойдет, потому что эти криминализированные, жадные люди отнюдь не собираются отказываться от той жизни, которую они ведут, эксплуатируя и уничтожая саму Россию. И, кстати говоря, это было бы спасение не только для нас, но и для всех тех бывших советских республик, на территорию которых претендует Российская Федерация. И я уверен, что в этом смысле подобное решение спасло бы и Армению, и Грузию, и Азербайджан, и Казахстан, и другие бывшие советские республики, которые Россия бы хотела инкорпорировать. Поэтому это может быть решение глобального характера. По большому счету мы загоняем хищника, вот этого вот волка, обратно в клетку, надежно его там запечатываем и смотрим, что с ним будет там дальше. Либо он в этой клетке и сдохнет, либо он начнет сбрасывать с себя звериную шкуру и пытаться, хотя это пока что не происходило в российской истории надолго, хотя бы имитировать человеческое подобие. Ну, для этого, наверное, нужна консолидация сил и консолидация именно тех сил, которые вы только что перечислили. Конечно, я утверждаю, что это произойдет. Я отвечаю на ваш вопрос о том, каким последствиям могло привести это решение. Да, но здесь есть такие два но. У меня я заготовила два но к этим возможным, к этой реальности. Первое но следующее. Есть информация, что в поддержку такого варианта приема в Альянс выступает Вашингтон и Берлин. Но вместе с тем из Белого дома на этой неделе поступило вот такое сообщение о том, что, я цитирую, Украина должна провести реформы, отвечая тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в Альянс. Каким стандартам Украина пока не отвечает для этого? Я думаю, речь идет о политических стандартах. Я совершенно согласен с этим заявлением президента Соединенных Штатов. Нам необходимы реформы по демократизации страны. Нам необходимы целый ряд таких реформ. И это и судебная система, это и борьба с коррупцией, это и возвращение Украины к полноценной модели парламентско-президентской республики, где парламент, а не президентский офис решает, кто занимает министерскую должность. Это и обеспечение свободы медиа, которое было значительно подорвано усилиями власти, когда был создан пресловутый телевизионный марафон из олигархических телевизионных каналов, который сейчас, после 17 месяцев, об этом можно уже четко сказать, обеспечивает не столько интересы общества, сколько правящая группа. Например, в эфире этого телевизионного марафона, как правило, появляются только депутаты одной политической силы, партии «Слуга народа», афилированной с президентом Украины Владимиром Зеленским и его офисом. Поэтому нам есть что менять. Дорога к демократизации Украины лежит сквозь серьезные реформы и, возможно, сквозь неоднократную смену власти. Мы уже неоднократно показывали, что мы готовы к такой смене власти. Владимир Зеленский – это шестой президент Украины. Вне всякого сомнения, после войны будет и седьмой, и восьмой, и девятый, и десятый. И может, среди этих президентов оказался человек, способный к реальному реформированию страны. Но я же говорю не о вступлении в НАТО. Я говорю о гарантиях безопасности до вступления в НАТО. А вот само вступление в НАТО будет действительно возможно, как и вступление в Европейский Союз, тогда, когда Украина будет полностью готова к такому вступлению, не только по военным, но и по политическим стандартам. Стране предстоит совершить огромную работу над ошибками, которые были совершены в последние годы. И я думаю, что и наше общество, и наша власть готовы к такой работе над ошибками. А общество после войны будет готово к серьезному переформатированию самой власти. Я вам это гарантирую. То есть осознание этой проблемы, вы считаете, что уже есть. А это уже начало, в принципе, начало действительно этого процесса. Если есть осознание необходимости. Это не самоцель. А цель это прекращение войны. Понимаете, можно сколько угодно нам с вами обсуждать вопрос политических реформ. Но если украинское государство исчезнет с политической карты мира под напором многолетней российской агрессии, то нам негде будет проводить реформы, негде будет бороться с коррупцией, негде будет избирать новых депутатов парламента. Все это будет происходить в рамках России, а не Украины. А наша задача предотвратить возможность интеграции оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации. Я думаю, что это главное. Поэтому я еще раз говорю, те гарантии, которые могли бы дать западные страны, гарантии невозможности расширения конфликта, гарантии его локализации, гарантии того, что война может происходить только на тех территориях, которые сегодня Россия оккупирована, из которой мы должны выбить российскую армию и разве навсегда отбить у русских охоту лезть в чужой дом. Вот это действительно гарантия. А вступление в НАТО может произойти и через два, и через три года, когда Североатлантический Союз сочтет, что мы готовы к вступлению по всем параметрам. Прекрасно. Вы обрисовали этапы этого процесса. Давайте посмотрим второе нот по этой теме. Значит, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов в интервью британской газете The Times высказал мнение, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества. Я уверен, сказал он, что некоторые слова будут произнесены, но ничего кроме этого. Чем, по-вашему, вызван подобный пессимизм? Я думаю, что у генерала Буданов, как и у других российских, украинских политических и военных руководителей всегда есть стремление получить максимум из любого важного политического события. Но я еще раз подчеркну, что задача Вильнюсского саммита, учитывая те настроения, которые есть среди стран-членов НАТО, не удовлетворить те максимальные ожидания, которые есть у нас, потому что это просто невозможно ввиду отсутствия реального консенсуса, а создать реальную платформу для того, чтобы мы получили приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите. И в принципе составить те, я бы сказал, те условия, тот график работы, как для стран-членов НАТО, так и для Украины, который должен быть воплощен в жизнь для получения этого приглашения. Я совершенно уверен, что у нас есть именно это окно возможностей. Оно длиною в год, и для этого обе стороны, и НАТО, и Украина, должны провести целый ряд действий. Возможно, кстати, и реформ политического и военного характера для Украины. Это тоже вопрос, который должен быть согласован со странами-членами НАТО. Который позволит нам получить приглашение в Альянс в Вашингтоне, и одновременно с этим приглашением получить гарантии безопасности. Причем еще раз подчеркну, если окажется, что мы не сможем добиться этого за этот год, окно возможностей, скорее всего, будет закрыто на несколько лет вперед. По крайней мере, до следующих выборов президента Соединенных Штатов. А это означает, что и военный конфликт может продлиться до нового открытия этого окна. Поэтому ставки очень высоки. Либо нам удастся локализовать конфликт за этот год, и Вашингтонский Стамин станет точкой на этом конфликте. Либо мы с вами сможем говорить о войне, которая продлится, по крайней мере, в ближайшие 5-6 лет, и возможно, она будет не столь интенсивной, сколько война 2022-2023 годов, но она ни в коем случае не позволит Украине стать мирным государством, а украинским гражданам рассчитывает на нормальную, спокойную жизнь, по крайней мере, в ближайшие годы. Спасибо. Следующая тема такая. В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, мы начали наш разговор с того, что была разрушена плотина Каховская ГЭС. Это была катастрофа. Сегодня мы говорим о возможной второй катастрофе. Другой катастрофе. Речь идет о Запорожской атомной электростанции. Песков говорит, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции напряженная, велика угроза диверсии со стороны украинских властей с катастрофическими последствиями. Украина, мы знаем, что украинская сторона предупреждает, что Москва хочет сымитировать удар вооруженных сил Украины по станции, чтобы отбить у Запада желание помогать. Киеву МАГАТЭ версию о минировании станции пока не подтвердила. Вопрос, что это? Инфоподготовка с российской стороны как средство для оправдания перед ударом, цель, последствия удара. Я думаю, что это инфоподготовка перед возможным ударом по Запорожской атомной. Даже не по Запорожской атомной, а внутри Запорожской атомной. Потому что все может происходить так на Каховской ГЭС. И действительно, задача, она очень простая. Это пропагандистская задача. Демонстрировать, что Украина готова к некому ядерному терроризму, а таким образом является настолько опасным государственным образованием, что только совместная ликвидация этого государственного образования силами Российской Федерации и Запада приведет к безопасности в Европе. Мы уже прекрасно знаем, к какой цели, в принципе, стремится Россия, когда она говорит об украинском государстве. Это некое нацистское образование, террористическое. Россия борется с терроризмом и приглашает западные страны присоединиться к этой борьбе. Понятно, что никто не сделает подобных выводов. Но всегда есть надежда, что ты посеешь некие семена недоверия между странами цивилизованного мира. Я сразу скажу, что я отношусь к тем наблюдателям, которые доверяют ядерным экспертам, утверждающим, что ничего серьезного в случае любой диверсии на Запорожской атомной АЭС не произойдет. Это остановившаяся станция. Это станция другой конструкции, чем станция в Чернобыле и станция в Пукусиме. Даже если произойдет некая авария, она приведет к повышению радиационного фона на территории самой Запорожской АЭС, но не будет представлять собой угрозы для окружающих территорий в самой Украине, и уже не говоря о территориях приграничных стран Европы. Но сама идея взрыва, как демонстрации украинского терроризма, она, безусловно, существует. И я думаю, что она прорабатывается как главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, так и Федеральные службы безопасности России. Они мастера такого рода провокаций. Цель вот этой идеи, цель этой дезинформации или нагнетания обстановки вокруг этой темы? А вы посмотрите, что происходило после взрыва на Каховской ГЭС, когда западные медиа утверждали, что, возможно, это не Россия, а, может быть, это Украина. Она хотела добиться каких-то своих целей, может быть, облегчить себе наступление на левый берег Днепра. Эти утверждения звучат из уст российских пропагандистов по сей день. И нам предлагают серьезно воспринять ситуацию, когда Россия и Украина на собственной территории производят взрыв для того, чтобы на долгие годы лишить себя возможностей нормальной жизни на огромной территории юга страны. Лишить перспективы развития наше сельское хозяйство и так далее. Ведь поймите, есть же еще одна очень важная цель во всех этих действиях. И что касается Каховской, и что касается Запорожской Атомы. Даже если в Кремле понимают, что не смогут добиться оккупации всей территории Украины, и рано или поздно придется согласиться с самим фактом существования украинского государства, об этом уже многие российские политики говорят, даже те, которые никак не связаны с украинским сопротивлением, даже те, которые, кстати говоря, являются приверженцами борьбы с Украиной. Они уже говорят, Украина будет существовать. А если она будет существовать, пусть она существует бедный и немощный. Каховская ГЭС во многом обеспечивала развитие украинского сельского хозяйства на юге. Вот все эти знаменитые херсонские арбузы и помидоры, которые были почти легендой не только в Украине, примерно так же, как армянские абрикосы. Это ведь всего больше не будет. Это все практически исчезло после того, как исчезла Каховская гидроэлектростанция. И мы вообще не знаем, удастся ли восстановить сельское хозяйство на таком уровне, даже если будут приняты новые какие-то решения о строительстве новых элеграционных систем. А Запорожская ГЭС – это крупнейшая атомная электростанция Европы. И, естественно, если у нее не будет, если у Украины не будет возможности продажи электроэнергии, если у Украины не будет возможности снабжения собственной промышленности энергии, то это значительно подорвет наши возможности энергетические. И еще вот хочу вам напомнить, что речь все время идет о промышленности. Мы теряем с каждым таким взрывом, с каждой такой аварией огромное количество предприятий. Россия уже уничтожила большое количество украинской металлургии. Кстати, диверсия на Каховской ГЭС, она приводит к тому, что воды лишаются многие украинские города, которые имели градообразующие металлургические предприятия, такие как Кривой Рог, как Покров, бывший Арджинихидзе, как Никопа. И по большому счету вполне возможно, что те предприятия, флагманы украинской промышленности недавнего прошлого, в ближайшем будущем перестанут существовать. А значит, перестанут существовать и эти города в том виде, в котором мы их знаем, потому что у людей там не будет рабочих мест, они начнут оттуда разъезжаться. Такой промышленности, какая там была раньше, мы не сможем построить. Это и есть целью Владимира Путина, я бы сказал, номер один. Спасибо, заглянем в Россию, посмотрим, либо постдемаршевая Россия, либо... Нет, первым я задам вот такой вопрос. Имела ли возможность Украина воспользоваться этим субботним демаршем Пригожина? Если да, то почему не воспользовалась? Неужели это было неожиданно для Запада, для самой Украины? Я думаю, что не имела возможности, потому что те части, которые находились на фронте, они с фронта не снимались. И, по большому счету, вся борьба в России происходила между отрядами так называемой частной военной компании «Вагнер» и теми силами, которые находились внутри самой Российской Федерации. Если бы действительно с фронта снимались бы некие части для борьбы с вагнеровцами, безусловно, можно было бы воспользоваться такой ситуацией. Но для войны эта ситуация никак не оказалась решающей, такой, которая бы изменила наши возможности и планы. Просто есть такое мнение, и была такая информация, что США поддержали Путина в этот день, то есть не дали, чтобы в этот день что-либо, какой-то эксцесс был, кроме того, что там происходит внутри. Насколько я понимаю, информация была о том, что украинским вооруженным силам предлагалось не бить по суверенной территории России. Но никто не сдерживал наши наступательные действия на тех участках фронта, которые связаны с наступлением украинской армии на оккупированные Россией регионы. Я не думаю, что у нас были какие-то цели и возможности воевать на суверенной территории России в этот момент, потому что такие операции планируются не за час и не за два. Спасибо. Теперь пост вот это марш, марш или демарш, я вчера вот использовала это слово, был это марш или демарш Пригожина. Теперь что там происходит? Мы знаем, что Путин с Мишустиным встречались, убирают такая формулировка всех нелояльных менеджеров. Первым стал глава информационного агентства ТАСС Михайлов. Кстати, по оценке Зеленского, половина России поддерживает Путина, половина не поддерживает, поддерживает Пригожина, по его словам. Все видим этот процесс, который показывает, что половина населения России находится в серьезных сомнениях. Итак, как бы вы назвали этот процесс сегодня? Что там происходит? Брожение происходит? Что там происходит? Вы знаете, мы просто этого по большому счету не знаем. Я думаю, что все эти оценки о половине населения, которое поддерживает Пригожина, которое поддерживает Путина, Они могут базироваться не на социологии, а на оценках украинских аналитиков, которые работают в силовых структур. И это вопрос исключает на каких представлению о реальности. У меня нет такого представления о реальности, поэтому я не буду этого комментировать, просто потому что я не вижу платформы для таких. Хорошо, но здесь... Я так скажу, если украинские аналитики правы, и половина населения России поддерживает Пригожина, тогда я на месте Владимира Зеленского серьезно бы задумался о будущем этой войны. Потому что для этой половины населения Пригожин более эффективный Путин. Пригожин это человек, который уж точно победит Украину и уничтожит ее. Значит, если расселение России делится между теми, кто хочет, чтобы Украину уничтожил Пригожин, более, так сказать, энергичный, и теми, кто верит, что Украину сможет уничтожить Путин, менее энергичный, то это большая проблема для Украины и для ее президента. Потому что он тогда должен смотреть вдаль, в десятилетия, и видеть перед собой только одну войну. А он еще молодой человек, и я не думаю, что он хочет состариться в роли руководителя или даже гражданина воюющей страны, у которого нет никаких перспектив. Жизненно. Именно такая, по большому счету, картина вырисовывается из этих слов Владимира Зеленского. Потому что Пригожин, по большому счету, это и есть человек, который говорит, что мы должны воевать более эффективно, мы должны уничтожать этих нацистов более эффективно, у нас плохое военное командование, а давайте сделаем хорошее и победим. Что ж тут хорошего, что половина регионов поддерживает Пригожина в его желании убить как можно больше украинцев? Но я не вижу в этом никакого положительного эффекта. Я могу согласиться, что действия Владимира Путина в последнее время, они подготовили почву для фашизации России и для того, чтобы Россия превратилась в государство, для которого война является целью существования. И что эта идея уже может охватить не только тот круг приближенных к Владимиру Путину людей, а и широкие слои российского общества. Но чему тут радоваться, я не понимаю. Нет, я понимаю, что вы говорите, спасибо. Но у нас есть вчера буквально были распространены уже социологические, распространили ведущие российские социологические организации, рейтинги политиков органов власти по партии, которые содержат тревожные очень цифры. В них сообщается, что нет признаков консолидации общества. Напротив, респонденты демонстрируют наивысший за историю наблюдений уровень отсутствия политической позиции. И эксперты говорят о потере ощущения стабильности, смене тревоги, апатии. То есть российское общество сейчас находится в состоянии апатии и нет консолидации общества. Это уже соцопросы. Хотите комментировать или это просто как дополнение к нашему предыдущему вопросу? Вы знаете, апатия как раз и создает возможности для захвата власти радикальным меньшинством. Так, хорошо. Следующее ваше мнение на вот такое мнение. Та дозированность. Есть вот такое мнение. Та дозированность, с которой Украине оказывается военная помощь, может объясняться лишь молчаливым согласием с Запада на частичное московское влияние в Украине. Вместо того, чтобы помочь Украине ликвидировать российскую угрозу на корню, западные страны, за редким исключением, занимаются менеджментом своей помощи таким образом, чтобы российский проект не был сорван окончательно. Позиции США, Франции, Германии и остальных европейцев вызывают вопросы. Зачем делается вот такой вброс и как вы согласны или нет с таким мнением? Я думаю, что делается все возможное, чтобы доказать украинцам, что Запад не хочет нашего успеха, что Запад хочет договориться с Россией. И я еще раз напоминаю, что Россия сама уничтожила само международное право. Что Россия не может иметь влияние на Украину, потому что с каждым новым ракетным обстрелом, с каждым новым убийством, с каждым новым уничтожением людей, ненависть к России и ее населению, я думаю, не только ко власти, она будет усиливаться с каждым месяцем и годом войны. Между Украиной и Россией пропасть, которая не может быть преодолена десятилетиями. Вы знаете, я вам хочу привести для примера более локальный конфликт. Конфликт между армянами и азербайджанцами, который мы все наблюдали между 80-ми и 90-ми, концом 80-х и начала 90-х годов. И каждую нашу беседу с армянскими и азербайджанскими журналистами мы, люди, со стороны всегда начинаем словами, что вам нужно отказаться от взаимной ненависти. Ну и что? Что от этих слов меняется, скажите, пожалуйста? Все прекрасно даже понимают, здравомыслящие люди, что эта ненависть, она как короста разъедает регион, что она разъедает перспективы развития Армении и Азербайджана. Но если она глубоко внутри, как от нее отказаться? Просто потому, что кто-то хочет это сказать, кто-то добронамеренный вам это советует делать. А я еще раз вам напоминаю, что конфликт между Арменией и Азербайджаном это не такой глобальный, масштабный, огромный конфликт, как конфликт между Россией и Украиной. Я уже не говорю о том, что, понимаете, этот конфликт, он затрагивает не просто этнических русских и этнических украинцев, он затрагивает население двух стран, если угодно, политические нации. Мы видим, как на стороне России немало гибнет людей нерусского происхождения, которых гонят на фронт. А вот недавно, я не знаю, заметили вы эту историю или нет, в Бердянске убили двух подростков. Да, конечно. Один из них этнический армянин, Тигран Аганесян. И этого мальчика, которого уничтожили при непонятных обстоятельствах, до сих пор даже не дают похоронить его и родственников. Ну, этот мальчик не скрывал, что он патриот Украины. И его просто уничтожили российские оккупанты в Бердянске. Так вот было, кстати, в 2013 году, в 2014 году, когда первой жертвой Майдана стал наш соотечественник, который потом получил звание Героя Украины Сергея Нигоян. Вы тоже это хорошо помните. Это вот такие примеры того, как украинская политическая нация, состоящая из людей разных национальностей, украинцев, азербайджанцев, армян, евреев, русских, в конце концов, очевидно, этнически. Она, по сути, находится под прессом уничтожения со стороны оккупационных властей Российской Федерации, со стороны ее вооруженных сил. Поэтому это вот такой экзистенциальный конфликт, не просто национальный, но межгосударственный. И поэтому, конечно, есть всегда желание сказать, нет, мы хотим, чтобы вы понимали, что русское влияние все равно в Украине будет. Да не будет. Не будет. Потому что даже если представить себе, что Россия добьется от Украины каких-то уступок в будущем, потому что Украина не будет иметь возможности сопротивляться, ненависть к России будет чувствоваться всюду, где Россия вообще попытается сунуться. Как в старой советской частушке, знаете, днем, кто какой-то там, утром Фрид сказал крестьянам шапку с головы долой, ночью отдал партизанам шапку вместе с головой. Вот так будет со всеми русскими, которые будут пытаться лезть в наши дела, даже если они надеются на наше унижение. Они могут еще рассчитывать на то, что с ними будут разговаривать днем, но ночью их будут уничтожать. Так что никакого русского влияния здесь не будет долгие десятилетия. Между Россией и Украиной все кончено. Наверное, к месту будет, не знаю, вы тоже заметили или нет, в России создали ролик социальный на украинском языке, в котором напоминается о былой дружбе русских и украинцев, о единой вере, о том, что они вместе прошли Вторую мировую войну. Почему это делается, по-вашему, на украинском языке? Это понимание, что пропаганда бессильна, когда летают ракеты и взрываются дома. Вот мы с вами говорим в день, когда все обсуждают ту трагедию, которая произошла во Львове. Да. Это сильнее любых слов. Можно на любых языках ролики создавать. Но когда мы видим уничтоженный жилой дом, когда мы знаем, сколько количества мирных жителей, которые спали в своих квартирах, просто были убиты. В нескольких километрах, кстати говоря, от Европейского Союза, понимаете? Вот час езды, и вы уже в Евросоюзе, в Польше. И это во Львове, это мирный город. И когда политики говорят, это как песня, помните? Вот эти удары, эти убийства, это, говорит, как песня, молодцы наши, это как песня звучит для меня. Радуются? Да, да. Радуются, что попали по Львову российские пропагандисты. А до этого радовались, когда попадали по Киеву. Так какая разница, какие ролики вы по этим снимаете? Многие могли, многие действительно могли считать, могли верить в этот миф о вид дружбы русского и украинского народов, который на самом деле никогда в истории не было. Но этот миф работал, безусловно. Хотя, если мы начнем рассказывать историю между русскими и украинскими народами, это не история дружбы, это история уничтожения одной цивилизации, другой. Кланомерного уничтожения. Еще с тех времен, когда войска Суздальского князя Андрея Боголюбского тысячу лет назад взяли Киев, уничтожили его, грабили украинские храмы, убивали людей, насиловали киевлянок. В общем, занимались тем же самым, тем русские спустя тысячу лет будут заниматься в Буче. Вот это вот такое тысячелетие существования. Но люди верили в это, это правда. Особенно на востоке и на юге нашей страны, который был избран Российской империей еще в качестве плацдарма для русификации всей Украины. Но когда люди, которые живут на востоке и на юге, увидели перед своими глазами ракеты, взрывы, убийства, весь этот кошмар, что они должны думать о России и русских? Какое еще чувство, кроме ненависти, может сейчас преобладать, когда они слышат само название Российской Федерации? Да, многие из этих людей говорят на русском языке, наверное, они читают все еще русские книги. Но к российскому государству ничего, кроме ненависти и презрения, у них нет и быть не может. Потому что любое другое чувство – это свидетельство психического расстройства личности. Ты не можешь любить того, кто тебя убивает. И все эти слащавые социальные ролики, я думаю, что вряд ли смогут что-то изменить. Измениться должна сама Россия. Россия должна вывести войска с наших территорий. Россия должна арестовать и отправить на скамью подсудимых Владимира Путина и все политическое руководство нынешней Российской Федерации, причастное к этим преступлениям. Россия должна выплатить Украине репарации за уничтожение нашей экономики, за убийство наших людей. Российские руководители должны покаяться прилюдно за те преступления, которые совершены их террористическим государством на украинской и не только украинской земле. И тогда, возможно, лет через 20 мы сможем разговаривать. Я хотел бы вам напомнить, что примерно то же самое происходило между немцами и многими народами, которые практически были уничтожены усилиями Рейха в годы Второй мировой войны. Я еще принадлежу к тому поколению, которое хорошо помнит, как мои бабушки, потерявшие близкие в годы Холокоста, моя бабушка потеряла отца, мать, родную сестру убитую, мужа погибшего на фронте. Ей было 20 лет. Представьте себе, как она потом всю оставшуюся жизнь относилась к немецкому народу. Как вы считаете? С любовью ли? Ну, да, Германия начала потом каяться, даже платить репарации Израилю и людям, пострадавшим от Холокоста. И люди моего поколения уже спокойнее к этому всему относятся. У меня нет ненависти к тем немцам, которые сегодня живут в Германии. Хотя у многих моих сверстников она еще есть. У людей, которые младше, еще в большей степени нет этой ненависти. Так, за 70-80 лет мы окончательно засыпем эту пропасть, в которой тела 6 миллионов людей. Я не буду вам это рассказывать. Вы прекрасно знаете, что такое вообще 1915 год. Что и как с пропастью? Засыпана она? Есть чувство близости? Ну вот тут то же самое. Немножечко вот истории. Как зародилось решение Москвы осуществить все-таки военную агрессию в Украине? В каком году? После чего? Давайте заглянем в этот 2014 год и до этого 2014 года. Почему я спрашиваю? Потому что потом следующий мой вопрос будет такой. А может ли быть похожая ситуация в Армении на вот эти годы, предшествующие 2014 году? Я думаю, начинать надо с 1991 года. Российская Федерация и тогда считала, что все бывшие советские республики, произвольствующие свою независимость, это временное образование. И считалось, что со временем они будут инкорпорированы в состав единого союзного государства. Формула была очень простой, что все эти союзные республики не должны вступать в союзы с теми странами, которые могут иметь обязательства по их защите. Поэтому и происходили действия, во время которых страны, которые потенциально могли бы уйти в сторону, превращались в государства инвалиды. Это касается республики Молдова, это касается Грузии, где Россия оккупировала часть территории. По большому счету, это касается и той ловушки, в которую и Армения, и Азербайджан попали в связи с Карабахским конфликтом. То есть весь Кавказ оказался в такой ловушке безысходности. А все остальные республики, за ними Москва тщательно следила, пытаясь, во-первых, предпринять различные действия по деградации государственности, и, во-вторых, не допустить возможности их ухода в сторону самостоятельной, по-настоящему самостоятельной жизни. Во многом Рубиконом стало соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Вы помните, что президент России Владимир Путин добился от президента Армении Серджиуса Оксяна, и президента Украины Виктора Януковича отказывать от подписания этого документа. 13-й год. 13-й год. 13-й год, да. В вашей стране не произошло никаких серьезных волнений в связи с этим событием, а в нашей произошло, потому что многие наши граждане воспринимали соглашение об ассоциации как предохранитель от возможного поглощения Украины и России. Но зато у вас потом произошла революция, которая не дала возможности Сержу Сархсяну остаться у власти при переходе к модели парламентской республики. Так что, по большому счету, оба этих усилия Владимира Путина очевидным успехом не увенчались. Но соглашение об ассоциации в том виде, в котором оно уже было подготовлено на 2013-й годы Армении с Евросоюзом, к сожалению, нет. Оно бы вам не помешало, уверяю вас, особенно в нынешних условиях. Ну вот. А Украина в 2014-м году, именно потому, что Путин понял, что он не сможет помешать подписанию соглашения об ассоциации, превратилось в это государство инвалид. Аннексирован Крым, оккупирована часть Донбасса. И Путин рассчитывал, что эти действия помогут ему добиться от Украины капитуляции. Когда он увидел, что капитуляция не происходит, что ни то правительство, которое было у власти в 2014-2019 году, ни то правительство, которое пришло к власти в 2019 году, не готово к этой капитуляции, не готово к отказу от евроатлантической и европейской идеи, он решил, что он сможет легко сменить власть, привести к власти пророссийские силы силовым путем, сделать президентом либо там своего ставленника Виктора Медведчука, либо Виктора Януковича, не знаю, какие окончательные были планы, и добиться того, чтобы Украина вернулась на те позиции, на которых, вот допустим, сейчас находится Армения, будучи членом ВДКП Евразийского экономического союза. Вот с чего началась эта долговременная война, с краха Блицкрига. Поэтому, да, если любое государство будет стараться уйти в сторону, Россия будет стараться ему навредить. Кстати говоря, я думаю, сама революция в Армении была воспринята в Кремле как уход в сторону. Дальше вы видели, что было. И я уже неоднократно говорил, я уверен, что если Азербайджану не удастся сманеврировать, прикрыться своим союзом с Турцией и так далее, и резко уйти в сторону, не имея на то достаточных возможностей, я уверен, что Россия сделает все возможное, чтобы и суверенитет Азербайджана ограничить. Ну, мы видим, как ведет себя Грузия сейчас. Да, это тоже очень хороший пример. Это вот та модель, которая всем нам предлагается. Через относительно лояльное, нейтральное правительство к модели зависимости. И есть ли опасность, что и Азербайджан, в принципе, и поведение Азербайджана тоже об этом говорит, и Армения, как бы не было в 18-х год, революция, там, скажем, бархатная революция или приход к власти нынешних руководителей. Они все, мы видим, дрейв в сторону России. Есть опасность того, что они окажутся опять в путинских обятиях? Опасность, безусловно, есть. Причем, опять-таки, вы должны помнить, что Россия умеет ждать. В Москве могут прекрасно понимать, что президент Алиев, допустим, не тот человек, которого можно подвигнуть к какой-то вот такой демонстративной модели зависимости. Но президент Алиев же не вечен. Могут быть любые другие изменения в Баку, в будущем. И вот к этим изменениям Москва может быть готова. То же самое касается и Еревана. Премьер-министру Пашиняну удается относительно маневрировать между Россией, Москвой и Западом, но он не вечен. Еще в большей степени, кстати, не вечен, чем президент Алиев, как мы понимаем, потому что смена в Армении происходит, смены власти чаще, чем в Азербайджане. А тоже то, чем может воспользоваться Москва для того, чтобы попытаться привести к власти более лояльное к себе и менее готовое к маневрам руководства. Так оно и может быть. И получится, что и Алиев, Пашинян, и Грузия, и Армения, и Азербайджан окажутся в этом закавказском состоянии, как бы, да? Да, в таком вот закавказском котле, я бы сказал. Я вообще уверен, что Азербайджан и Армения сейчас есть исторический шанс из этого котла выбраться, но для этого необходима добрая воля обеих сторон. Да. Стать выше каких-то эмоций и чуть-чуть трезво помыслить. Мы уже говорили в нашем разговоре и которую я прекрасно это осознаю, очень тяжело преодолеть с обеих сторон. Ну, потому что это все, это большой ложкой, да, мешают этот котел. Да, и подбрасывают дрови, и это большая трагедия, между прочим. Большая. Как я уже неоднократно говорил. В конце опять такое мнение, Украина единственная страна, которая отчаянно борется за свою свободу, за свое право жить вне московского диктата. Имеет право быть такое мнение? Ну, Грузия тоже боролась, просто, к сожалению, Грузия маленькая страна, ей гораздо труднее бороться. Стоп, вы сказали боролась. Прошедшее время. Это была война 2008 года, были предыдущие войны, Грузия делала все возможное, чтобы отстоять свой суверенитет, но у нее не так хорошо это могло получиться, потому что размеры не те, и поддержка была не той, конечно. А Украина борется, потому что, во-первых, у нее есть возможность бороться, желание бороться, и есть поддержка. И поэтому, да, из всех бывших советских республик, Украина сегодня готова к реальной борьбе с Россией, куда более серьезной, чем все остальные. Это факт. И в начале нашего разговора мы как-то вскользь сказали, что при консолидации всех сил возможно будет преодолеть эту опасность, опять оказаться в той же ловушке. Для этого должно быть это понимание, по крайней мере, у народа бывших советских республик, должно быть понимание Запада. И вот тогда мы посмотрим на войну России с Украиной совершенно в иной оптике. Я очень благодарна вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с украинским аналитиком, публицистом Виталием Портниковым. Беседу вела Гайана Ракелян. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok.